И вот так еще можно. Ну вот, знаешь ли, давай нам покажет все-таки профессионал. Ваня у нас в гостях, Иван Караваев, фитнес-тренер. Доброе утро! Иван, доброе утро! Сделали уже зарядку с утра? Конечно! Какой комплекс упражнений для утра больше всего подойдет? Для начала лучше сделать уставную гимнастику, затем уже можно сделать пару элементарных упражнений, чтобы нагрузить мышцы и прогнать кровь по организму. А можно мы присоединимся к вам? И ты на нас покажешь, и мы вместе проснемся. Ура! Ура! Будем заниматься. А вы оставайтесь здесь прям. Хорошо. Давайте начнем с ног. Будем делать круговые движения стопой, широкие. Что мы сейчас разминаем? Сразу же будем захватывать сустав голеностопный, сустав колена и тазобедренные суставы. В наружную сторону три раза, во внутреннюю тоже три. Угу. Затем меняем ногу и то же самое. Три. Три. Затем разомнем суставы поясничные. Мы снизу правильно начинаем разминку? Да. Это важно всегда? Нет, не совсем. Желательно снизу, но не очень важно. Итак, зафиксируем таз и опускание делаем за счет мышц. Ноги чуть согнуты, верно я понимаю? Слегка, слегка, да, для удобства. У вас спина круглая в этот момент или нет? Спина обязательно круглая. Мы разминаем как раз-таки мышцы поясницы и поясничные суставы. Назад. Еще назад все. Конечно. Три. Отлично. Теперь давайте поделаем ротацию, то есть повороты позвоночника, грудного отдела, стопы друг за другом и поехали. Я чувствую себя немножечко буратиной. Синхронизм. Ой. Поменяем стоп. Подожди. Хорошо. Перейдем на наклоны корпусом. Кисти у нас опускаются по ногам. А вот в школе на физкультуре говорили всегда, что нужно дугой сделать над головой руку. Это неправильно? Если нет никакого дискомфорта, можете сделать. Ага. Конечно. А, есть дискомфорт. Рубашка выправляется. Спасибо, Вань. Дальше перейдем к суставам плечевым. Сделаем круговые движения, а также захватим лопатку. Если вы все еще только смотрите на своих экранах, как делать зарядку, то это не самое лучшее решение. Вы должны вместе с нами повторять. Конечно. Теперь локтевые суставы. Вовнутрь три раза. Вовнутрь. В наружную три раза. Кистевые. О, вот так нужно сделать. Отпустим замочек и на себя. В одну сторону, в другую сторону. Все. Переходим на шею. Наклоны в одну сторону, в другую по три раза. А здесь я знаю, Вань, что торопиться нельзя. Правильно? Ни в коем случае, конечно. Очень аккуратно. Шейно-позвонковая. Все верно. Чтобы не пострадало. Наклоны вперед-назад. И также повороты. Повороты. Теперь можно сделать пару элементарных упражнений. Отжимания на руке. Отжимания? Отжимания на руке. На руке. И приседания. Давайте, Ксения, покажите, как это. Можно вы будете первая? Давайте сделаем для начала приседания. Давайте. Итак, постановка ног. Чуть шире плеч. Носочки немного расставлены в сторону. Давление на всю стопу. Просто опускаемся вниз с прямой спиной. А давайте с утяжелением. Вы видите, у Ксения некие проблемы? Я вижу, у Ксения некие проблемы. Коленки немного сходятся вовнутрь. Ксюша, а что у вас не получается? У меня балетное прошлое. У меня все только вот как-то разбудится. А, ну тогда далее продолжим с отжиманиями. О, у тебя отжимания, правда? Конечно. Давай. А можно ли я на него в этот момент сяду еще? Оставь свои фантазии. Как правильно отжиматься? Потому что многие мужчины, на самом деле, неправильно отжимаются. Я, например. С утра можно использовать кроватью, чтобы было некое увеличение, если тяжело от пола. И нагрузку можно небольшую давить? Ну, с утра, если вам комфортно, то проблем нет. Пальцы направлены вперед. Давайте просто кто больше отожмется. Давайте. Давайте. Пальцы направлены вперед. Локти будут опускаться чуть-чуть ниже. И поехали. Ксения, на чьей вы стороне? Да у меня приседания просто параллельно. Сразу приседания или желания? Ты сядь, я же вижу, что ты не садишься. У меня приседания просто. На одной руке. Но постановка ног уже должна быть чуть пошире для баланса. Вторая рука за спину. Семен, не подведи, пожалуйста, меня. Ты мне поможешь? О, великолепно. Даже не понимаю. Вань, спасибо большое. Пожалуйста. Так меня никто не унижал еще. Я не могу никуда идти. Сейчас надо будет восстановить дыхание. Спасибо большое. Дыхание, спасибо большое за бодрость, за настрой, здоровье спортивное с утра пораньше. Смотри, какая улыбка. Потому что человек всегда следит за тем, как он выглядит. Абсолютно всегда. Сразу видно, утром он перед зарядкой все-таки кое-что другое делает. Чистит зубы. Чистит зубы, да. Мы прямо сейчас с вами будем смотреть, как Капа заботится о зубах. О капах. О капах. Как Капа заботится о капах. Капошилки для самых маленьких наших телезрителей.